И снова я вас приветствую, товарищи зрители! Сегодняшний обзор будет посвящен новинке патча El Khalid. Новый премиумный китайский топовый танк, прям чуть-чуть измененный MBT-2000, на котором, если вы уже играли, то вы, наверное, примерно представляете, насколько хорошая и комфортная эта машина. Если вкратце, что изменилось? У нас блоки динамической защиты здесь стали чуть-чуть получше защищать лобовую часть башни, также у нас динамическая защита появилась на решетках дополнительная. Вот, в принципе-то, и все изменения на фоне обычного MBT-2000, который линейный и можно открыть. Ну вот, это у нас, соответственно, премиумная версия с повышенным доходом, опытом и всем остальным. Если вкратце обобщить про этот танк всю информацию, то, по сути, мы с вами имеем чуть большую по габаритам 72-ку с задним ходом натоских танков. То есть у нас тут трансмиссия до 32 км в час задом позволяет ехать, и все это дело с советской 125-мм пушкой, которая в топе стреляет лодником DTC-10-125 на 570 пробоя и весом почти в 5 кг. Лобик достаточно хороший, при пробитии образует немалое количество сколков, но, конечно, стрелять попал на нем не рекомендуется. Лучше бить по уязвимым местам танков, потому что против нас с вами играют, естественно, топы 11-7, куда мы, собственно, и будем практически всегда падать! Тяй-яй-яй-яй-яй-яй! По мне бабахнул танчик, мне стало очень больно! Но я выжил, самое главное. Выбило нам, примерно, ничего. Но неприятно, неприятно, конечно, произошло. Неприятная ситуация. Так, еще одна неприятная ситуация в том, что я наводчика с этим вынес Лёпику, или кто этот? Так, это у нас Лёпик дабл-премиумный. Отлично. С двух выстрелов мы его забрали, пока держимся. Страйкер, какой ты хороший! Спасибо тебе большое, дружище! Надеюсь, ты увидишь этот ролик, не будешь знать, что я очень рад, что у меня есть такие союзники, которые помогают с ремонтом. Так, собственно, вот он, задний ход. Как вы видите, довольно бодро едем. Так что можно, в случае чего, уехать из-под атаки противника. Единственное, наверное, чего не хватает, это углов наведения. Они тут типичные советские, где-то минус 5. Но, тем не менее, я считаю, что машина комфортная. Так, вот ещё, ура! Советский танк не танканул в кроссель заряжания, не может быть, вау! Я всё ещё болею на момент записи ролика, так что извиняйте за гнусавый голос, за постоянное шмыганье носом и возможной кашей, которая будет появляться периодически. Всё для вас, ребят, для прояснения ситуации в рандоме. Кстати говоря, если так посмотреть на патч, я вот сейчас выбирал, на что делать обзор. Ну, скажем так, делать-то почти не на что, обзор это. Половина патч это просто клоны с немного изменёнными характеристиками, а в некоторых случаях просто клон. И в основном весь акцент идёт у нас на авиацию. А я авиацию, сами знаете, не очень люблю, потому что, когда катаешься на самолётах, ну, не знаю, не моё это, авиация, моя. Так, ломики. Как мы, Лёпика, хотел сказать, как мы взорвали МиГ-8. А самое интересное, что у нас с вами имеется газ с радиовзрывателем. То есть, если будет вертолёт на большой дистанции висеть плюс-минус на одном месте, можно зарядить его и шахнуть в его сторону. Учитывая, что в этом патче мы добавили всем моделям К-50 и К-52, а также всем моделям Апачи дополнительные модули внутренние и увеличили урон дистанционного взрыва, ну, то есть снарядов, ракет, зенитных в том числе, увеличили урон по модулям. Шанс бить вертолёт на самом деле достаточно большой сейчас. Тепловизор, как вы видите, у нас топовый, что, конечно, упрощает геймплей. Жизнь делает краше. К сожалению, Лёпика я выстрелил как-то криво, но ничего бывает. Просто немножко не понял габарит танка. Обычно надо под башню, конечно, закидывать снаряды. Трекомфортный боевой рейтинг, кстати, у машины 10,7. Хотя раньше, когда вышла машина, по-моему, 10,0 была. МВТ-шка. Так, где враг? Понятно. Врага нет уже. Так, давайте на тот респаун. Там противники где-то были. Может быть, ещё успеем кого-нибудь подстрелить. Ладно, не будем фугас пока заряжать. Вдруг там ещё и танк есть. Ой, был танк, был танк. К сожалению, не увидел я его. Танчик этот. Да. К сожалению, я его не увидел. Он мне выбил казённик. И выстрелить я уже после пересаживания экипажа не смогу. Ну, доигрывать тут я не вижу смысла, потому что я просто не успею доехать до ближайшего контакта с противником. Поэтому поехали сразу в следующий бой. Следующий каратанам выпала Вьетнам. Много снарядов я вам брать не советую, потому что уменьшить боекомплект это хорошо, так как меньше будет шансов на подрыв. Минус у танка, помимо углов наведения, всё такие же советские. Это крусель заряжания, которое частенечко теперь выбивается, ну и, соответственно, ваншотается он туда при удачном выстреле и подрыве боекомплекта. Также на крыше установлен зеленитный пулемёт, что позволит нам лёгко бронированные машины расстреливать, которые иногда тут появляются, и низколетящие воздушные цели. В общем, такой танк прям вот на все случаи жизни, скажем так. Можете применять его для активного геймплея, врыва на точки, объезда противника через всю карту, ну а также для снайперской стрельбы на больших дистанциях. Но обязательно помните, что захватывать точки надо, а то из-за этого вы сольётесь, скорее всего, потому что это самая частая причина слива. И в итоге все следись. Здравствуйте. Редкомфаге. Опа. Неплохо сейчас будет, да? Это спрут приехал. Так, попробуем уехать. Отлично. ВФМ-ка нас спас, заводил спрута, а мы пока постоим немножечко на ремонте. Я, конечно, в целом на 72-х, на 70-ках там не сильно обламываюсь заднему ходу, никакущему. Но когда он есть, конечно, приятнее. Учитывая, что здесь ещё и премиумный статус есть, то тем более. Так, дамочку добили. Спасибо. Наличие автоматозаряжения позволяет нам терять часть экипажа целого одного, кстати, человека, но не потерять в перезарядке. Ну, у 80-ки, конечно, советский перезарядка-то побыстрее будет. Кто у нас такой? БМП-3. Опасный молодой человек. Тут, конечно, надо быть очень внимательным, не пропустить противника мимо себя. Ну вот, я пропустил, и нас вон шопнула деривация в БК. Вот, НЛД нам пробивают, и, пожалуйста, подрывчик и вангар. Поэтому лучше всего его прятать и стрелять из-за укрытия, которое будет закрывать он корпус полностью. То есть танковать башенкой. Башенка в лобовой проекции достаточно твёрдая, жирненькая такая. Пробить её не сказать бы, что легко. Но если попадут в казённик, конечно, тут 50 на 50. Потому что врат Андрей в последнее время попадания в казённик не всегда его ломает и даже урон наносит. Но если урон пройдёт, то, конечно, придётся он уходить на ремонт. Так казённик, в принципе, ломы и хавы. Но живучести, мне кажется, у, например, Т-90А побольше будет. Если вот с 90-ком сравнить. Мне кажется, 90-к лучше живёт, чем у БТ-2000 или вот этот вот, собственно, Аньхалит. Кто кого валит-то, я не понимаю. У меня сейчас снаряд ещё прилетит, что ли. Так, это была деривация. Так, ну они, наверное, со стороны респауна пойдут уже. Вряд ли здесь кто-то остался. Балит, балит, сзади. Внезапно в этом кануле бережок. Вообще, кстати, пережили хорошо. Наверное, на ломиках был. У меня, кстати, складывается впечатление, что ломики на автопушках стали очень плохо дамажить. Если вы это заметили, тоже напишите в комментах, пожалуйста. Не глючит ли меня по этому поводу? Может, глючит? А может, не глючит? Кто-то был на воде. Ау! По мне попали, птуром. Влдхо танкануло у нас. Так, а вот это уже не смешно. Лол. Я еще ему борт подставил, пытаясь ехать с моста. В борт он меня, понятное дело, пробил. Что там у нас динамической защиты, к сожалению, нет. И еще и без башни он был. Офигенно. Ну, четыре фрага у нас есть. В целом, не самый плохой результат. В следующей карте нам выпала Синна. И здесь, конечно, лучше, когда у вас есть углы наведения. Причем у нас еще и захват точки РАД один. И больше ничего на карте нет. И респаун один тоже. Гениальное решение. Могли бы хотя бы два респауна дать, чтобы разнообразие было. Ну ладно, будем воевать с чем, что есть. Тип-90 с нами. О! Братишка едет, алькалидовский. Так, не знаю даже, куда встать. Надо на какие-то прострелы выбраться. Хотя и сами сейчас можем подставиться под противника. Так, одного уже отправили в ангар. Второго, наверное, и тот же. Так, вот на центр никто не нырнул. К-50 летит наш. Тут приятно, когда советы с Китаем в одном... Приятно, кстати, когда советы с Китаем в одной команде. Это прям тандем такой жесткий прям получается по танкам. На стриме я уже на ней поиграл. Опа, танканули мы. Танканули мы немножечко. Не насмерть, главное. Что-то нас там, короче, уже ждут. Не будем выезжать, лучше союзнику помогу. Если он не совсем сольется сразу. Может быть, в два ствола сейчас отыграем. Вообще, я их много слышу. Они по левой стороне там... К скалам подъехали. Прижатые. Так, одного. Все. Опа. СТВ-Л. А как там по нему выстрелить? Никак. Давай, 80-очка назад, дуй. Дуй, 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 дуй назад. Блин, еще пулеметчик. Даже не знаю, как тут разыграться-то. Вот штука хитрая, а. Прикиньте, как он сделал. Успел мне котенек выбить. Я думал, что он мне не попадет на ходу. На всяком случае, я надеялся на это. Опа. Нашего еще завалили. Что-то, походу, не наш это бой. Мы весь бой стоим на ремонте. Оп. Я тоже так умею. Вот видите, второй раз танканули. Но меня беспокоит, что там... Чел какой-то приехал на точку. Я уже на него не выкачусь никак. Надо было фугасом хост-вел кидать. Так, а если их по-хитрому сзади объехать? Так, кого-то там подорвали. Самолётики. Привет. Как твои дела? Мистер Лео. Так, СТВ-лка все еще здесь. Убегает. Блин, братишка, извини, походу не успел. Я среагирую на него. Так, забрали хост-велку. Сейчас респалвану поедут, скорее всего, чуваки. Так, если бы наши пробрались на точку, было бы хорошо, потому что я сейчас могу закрыть им проезд. Ну что, а сейчас мы с вами видели, что в лобовую мы там еще... Да, нам выбивают казенник. Да, нам выбивают всякие разные другие модули. Но в лобовую, в целом, какой-то удар мы с вами держим. Сейчас вот, например, кликбейт оттолканули. Куда-то он меня непонятно куда пробил, что выбил мне трансмиссию с движком. Но я живой, опять же. Мы все еще не поумерли. Четыре фрага есть. Правда, весь бой в симулятор ремонта превращается. Но, если вы играете с союзником, ремонт у вас пойдет быстрее. Самое главное, что мы танк не потеряли. Еще одна зенитка какая-то. Так, и еще что-то резнулось. А, еще одна зенитка. Ну иди из НВУЛа, ты уже проехал нормальное время. Так, зениточку еще успели подстрелить. Пятый фраг. Жалко, что точку не захватил. Было стрёмно все-таки на нее ехать. Вот такую вот фарму мы получили. Только я что-то не пойму. Теперь нам дают дополнительное серебро за тест-драйв или нет. Потому что в тест-драйве раньше серебро-множители не работали. В этот раз как-то попалась там Северная Голландия. И я попробую ее отыграть через точку А. Но не знаю, как пойдет. Потому что ныкаться там особо негде. Но, по-чему, мы увидим. Поехали потихонечку продвигаться. 80-ка, по-моему, побыстрее, кстати, должна быть. А, да, это бэшная, потому что ушная версия будет быстрее. Хотя и бэшная тоже, вон, наваливает, мое почтение. Вообще, кстати говоря, китайские танки, они с каждым патчем получают все больше и больше гантанты, как и самолеты тоже. Поэтому, ребят, если не качали Китай, советую вам начать это делать. Хотя я советовал вот еще делать года два назад. Потому что, блин, очень четкие машины. Много всяких интересных танчиков, самолетиков добавляется, зениток. Эх, подсосали, ну ладно. Ну что, встали уже, да, все? Ой, хороший урон. В казене красный, это не значит, что он не смог бы выстрелить. В последнее время это теперь не залог того, что ты выломал казну. Вот если до черного прям состояния выводишь, тогда да. Блин, танк встал на этот, на захват. Ну, рискнем. Попал, привода горизонтального выбил, нормально. Сейчас, сейчас все сделаем. А, так вот, все. В ангар пошла. Хитрая пума, конечно, не дала точку захватить. У-у-у, у нас с левой стороны сейчас будут гасить, походу. У нас там вообще никого нет, ой. Ой, как нехорошо получается. Вот и пошло. Дело. Опа. До свидос. До свидос. Нет, не до свидос пока. Хоть неудачный выстрел. Так, танканули чё-то. Кого танканули? Чё танканули? Непонятно. Движка нет. Рушится торговый центр. Всё уже, капец. Ну и чё, ну и кто? Блин, сходу дал. Козёл. А, он мне казённик выбил. Ну ладно. Значит, до свидания. Теперь точно. Всё. Ну, снова мы немножечко потанковали, но пока знать считать не можем. Конечно, и прикрытия нет. Стояли мы недолго. Никаких вариантов у нас тут, походу, уже и нет. Походу, тут будет слив. Ой, лол. Я на первом месте почти с двоекратным отрывом от ближайшего союзника. Поэтому, если будете покупать новый топ Китая, премиумный, лучше покупайте его, когда уже есть у вас какая-то техника. Ну или вы хотя бы понимаете, как играть на топах. Просто в противном случае вот такой вот вам ваншот прилетит через полкарты. И снова нам игра подсовывает Вьетнам. И мы даже не внизу списка в этот раз оказываемся внезапно. Ладно, попробуем отыграть. Сейчас скажу. Может быть, от точки А? Да, давайте туда поедем. Еще хочу обратить внимание, что скорость подъема и опускания орудия достаточно медленная. Поэтому, когда вы катываетесь на противника, заранее опускайте ствол. Ну или поднимайте, в зависимости от того, с какого или на какой холм вы заезжаете. Это может вам помочь. Как минимум не слиться. Ага. Леопард. Пойдет. Ой-ой-ой. Фух, не пробил у меня ЦВ-хом в лоб. Куда он мне выстрелил? В район над гусичной полкой пытался попасть. Ай-яй-яй-яй, еще один вертолет. Хьюи, поганый. Вьетнаму мы устроили по полной программе. Одного члена экипажа мы потеряли под этим обстрелом общим. И то, по-моему, мы его потеряли из-за вертолета. Ну вот, минус три. Неплохо вошли. Главное, чтобы было кому помочь. По левой стороне кто-то. ПЗ-70. Пупаньки. Лео на горе стоял. Но что-то чую я, будут нас тут поджимать. Ждем-то, как АПЗ-хо где-то воевала. Вроде бы справа я кого-то слышу. Да. Здорово. Минус пять. Да, где-то слева еще один есть. Ну, в топ мы попали, конечно, вообще прям. В топе машина просто комфортнишка. Как и МБТ-2000 тоже. А то он стоит, что ли? Ума, здравствуй. Че ты, ну, стоишь-то? Как бедный родственник. Я еще кого-то слышу рядышком. Ух ты, его шестерпеньку забрать успели. Нормально. Че-то рядышком стреляют. Ай-яй-яй-яй. Что, что так больно бьешь на сети CV? Все, уходим назад. По-моему, там еще кто-то был. Кстати, снова нас не пробили. Это Раташ, липо мне попало? Или кто-то в объезд поехал? Несколько секунд вы уже уехали фиг за их куда. Причем некоторые игроки во время битвы могут спутать вас с советским танком. и когда вы будете под домами уходить задом, есть вероятность, что челик тупанет, поедет за вами. Думаю, что сейчас он вот-вот прям догонит, догонит, и все. Тупозы, кстати, уничтожен он. Впереди. У меня на него... О-о-о-о! Косяк-косяк-косяк-косяк-челло! Косичелло! Так, немножечко долбанули по мне. Углов наведения вертикальных мне не хватило вверх поднять орудие. Ну ладно, мы хоть тонканули немножечко. Блин, они все прут и прут по этим сторонам. Аж не знаю, как до него добраться безопасно. Опять холм мешает. Сразу. Так, арбас. Че-то чел тупанул, я вроде первый вылез на него. Блин, зенитка меня отвлекла. Еще один КПЗ-эхо был. Прикиньте, сколько народа было на одном направлении. На одном, блин. Ну хорошо, мы тут настояли, конечно, почти на 2000 очков возрождения. Восемь врагов. Очень хорошо зашли. Жаль, что вот помощи уже не хватило. Зенитка меня отвлекла, и КПЗ-эхо уже добил. Вертолет какой-то слышу рядом. Догнали, Лёпика. Так, вертолет, ага, совсем по низам идет. Немножечко Вьетнаму ему. Замечательного пулемета. Зенитка, блин. Че там? Куда там стреляешь? В точку А захватывает она. Да разбейся ты уже. Наконец-то. Так, вижу челик еще одного. Бой закончился, но мы бы добили. Точнее, я его добил, да. Боекомплект взорвался, но уже фраг не засчитал он нам. И, подводя итоги, я могу сказать, что Аль-Халид премиумная версия MBT-2000, которая практически ничем не отличается с заключением навесных каких-то элементов. У нас отличнейшая скорость как передом, так и задом. Довольно шустрая башня. Автомат заряжания на 7 секунд. Фиговые углы наведения, конечно же. Огромный НЛД, который надо желать это прятать. Ну и самое главное, это, конечно же, 125-мм орудие с замечательными лобиками почти под шестот пробоя. И неплохим заброневым воздействием. Плюс был рейтинг 10,7, который позволяет нам не всегда попадать вниз списка. Иногда даже воевать против 9,7 и 10,0, где нам максимально комфортно. Ну и машина, разумеется, у нас с вами получается очень разнообразной. Как хотите, так и применяйте. Но, если вы новичок, покупать я вам его не советую. Потому что топы это специфичное место, к которому надо уже быть привычным. Поэтому рекомендую только для тех, кто уже оказался на топах и распробовал их, скажем так. В противном случае, скорее всего, вы будете выкатываться бездумно на противника и получать ваншоты. А это как бы нехорошо. А так, годнота, хоть и, по сути, очередной клон. Напомню, что приобрести вы его можете по моей реферальной ссылке чуть дешевле, чем он стоит. Потому что она дает вам скидку, а также мою блогерскую наклейку в подарок. Также не забывайте подписываться на мои каналы. Как для стримов, так и для видеороликов. Ну и на бусте для раннего доступа и поддержки меня, скажем так, на постоянной основе. Все ссылки будут в описании. С вами был Паш Фриман. Всем удачи и пока.